Добрый вечер, в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Разбор завалов разрушенного дома в центре столицы завершен. Сколько жизней унесла эта трагедия? Борис. Около 40 тысяч человек не побоялись выйти на улицы Москвы в память Бориса Немцова и в поддержку Надежды Савченко. Настоящий подполковник. Кому запорожский полицейский из отдела по борьбе с наркотиками толкал метанфетамин? Предвыборные грязи. Что конкуренты накопали на кошку Хилари Клинтон? Поисково-спасательная операция в обвалившемся доме по улицах Мельницкого в столице завершена. Всего под обломками находились 8 человек. Шестерых удалось спасти, двое погибли. На месте трагедии работал Егор Логинов. Тело первого погибшего достали из-под завалов сегодня в полпятого утра, второго еще через 4 часа. К поиску возможных пострадавших подключили группу кинологов и сверхточную аудио- и видеоаппаратуру, способную распознать стук сердца. Мы обнаружили в одном месте, там находится электроинструмент, возможно там были какие-то ремонты, может кто-то с делью там работал, неизвестно. Одна точка, вторая, там где-то матрас и там еще несколько есть электрических приборов. Мы будем в этих местах производить еще поиски, возможно пострадавших. Однако дальнейшие поиски результатов не дали. В полчетвертого дня спасатели официально констатировали, больше людей под завалами нет. Становано, что люди, которые перебывали на момент обрушения конструкций, в строительстве не могут быть. Информация о возможной присутствии людей, которые не были задеяны в строительных работах, отсутствует. На этом пошуковые и ретевольные работы прекращаются. После завершения спасательной операции движение для автомобилей по улице Хмельницкого возобновили. К работе приступила следственно-оперативная группа нацполиции. В Киевской мэрии говорят, угроза обрушения стен сохраняется. После окончания спасательных работ вокруг обвалившегося дома установили специальные заграждения. Доступ во двор перекрыт. До понедельника здесь будет дежурить пост, наряд полиции и одно отделение наших спасателей. Будут визуально контролировать состояние здания. Сейчас разрабатывают предложения технические о том, чтобы мы снаружи поставили подпорки под стены данного здания. По словам Ткачука, киевляне, в том числе жители близлежащих домов, могут спать спокойно. Обвалившийся дом угрозы для них не представляет. Егор Логинов, Даниэль Косаковский. Подробности телеканал Интер. Форум Стоп. Так называемую блокаду российских грузовиков накануне объявили представители политической партии «Свобода». Кто пришел? Чего им удалось добиться? И что это на самом деле? Гражданская позиция или такой себе транзитный пиар? Разбирались наши корреспонденты. Львовская область, город Стрий. На обочине объездной дороги активисты партии «Свобода» пришли блокировать проезд российским грузовикам. Мы против решения Кабинета министров, который позволил транзит российского транспорта через территорию Украины. И мы таким шляхом просто высловиваем свое негативное явление до Кабинета министров. Как только на трассе появляется колонна фур, активисты выходят на дорогу, останавливают машины. Рядом начальник Стрийского отдела национальной полиции. Угрожает «Свободовцам» уголовной ответственностью. Активисты уступают. Российские грузовики в сопровождении полиции отправляются на парковку за город. А это уже Буковина. Возле КПП Порубное на границе с Румынией несколько свободовцев. Установили палатку, греются у костра. Ждут российские фуры. У нас есть свои планы. Мы будем стоять до тех пор, пока держава не обратит внимание, что проблема не решена. Ближе к обеду границе подъезжает первая российская фура. Водитель Анатолий рассказывает. Везет в Румынию стройматериалы. Разворачиваться не собирается. Я хочу мир. Несколько минут перепалки и фуру пропускают. А вот на Закарпатье дороги не перекрывали. Активисты «Свобода» организовали мобильную бригаду. Ездят по области и вычисляют российские грузовики. За последние сутки нашли лишь два большегруза. Да и те в сопровождении полиции без препятствий пересекли границу. Мы хотим, чтобы заблоковать их вообще, чтобы уряд принял какие-то конкретные меры. Похоже, об успешности акции говорить пока рано. Сегодня ни одной фуры свободовцы так и не развернули. А вот в самой Украине очередные простые фуры на границе могут влететь в копеечку. По посчетам экспертов, из-за блокады транзита страна теряет миллионы в день. А за год украинская экономика недосчитается экспорта на 2 миллиарда долларов. Ольга Поломарёк, Кристина Гошенко, Марина Коваль. Подробности телеканал Интер. Мы спросили у экспертов, что по их мнению означает эта акция. Мобилизовать своих прикольников. Тем более, что такая эмоциональная геополитика сегодня в тренде, в моде. И не злаждаючи на то, что это соперечит довготривалым интересам страны. В нынешней ситуации «Свобода» понимает, что именно радикальная позиция «Свободы» даст возможность чувствовать тому электорату, как мы называем граждане, которые поддерживают свободу, что они в тренде, что они отстают те идеи, про которые они говорят публично. Если блокирование фур продолжится, в Украину ждут санкции, исключение из Всемирной Организации Торговли, а также остановка любого транзита через нашу страну. Об этом на своей странице в Фейсбук написал директор департамента автомобильных перевозок Мининфраструктуры Роман Хмель. По его словам, блокирование российского транзита грозит прекращением украинского транзита в Азию и двухсторонних перевозок в Россию. Потери для украинского бюджета Хмель оценивает в 15 миллиардов гривен транспортных доходов и минимум 100 миллиардов от продажи украинских товаров на экспорт. Не отходя от кассы, запорожский подполковник полиции занимался продажей сильнодействующих наркотиков. Оперуполномочного задержали на трассе за городом, где он пытался сбыт 50 граммов метамфетамина. Несмотря на небольшой вес, такая партия стоит около 100 тысяч гривен. Самое пикантное в том, что задержанный правоохранитель по роду службы занимается борьбой с незаконным оборотом наркотиков. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы. Задокументировано несколько эпизодов противоправной деятельности полицейского по сбыту психотропов. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению всех лиц, возможно, причастных к данной схеме. А в Тернополе двоих полицейских задержали на взятке. Оперуполномоченный криминальной полиции и начальник следственного отдела областной полиции вымогали у местного жителя 1600 долларов. За эти деньги обещали закрыть уголовное производство по статье «Хулиганство». Сотрудники СБУ и работники внутренней безопасности полиции задержали правоохранителей в момент передачи денег. Сейчас с ними проводят следственные действия. Возможно, это не единственная взятка в их биографии, сообщают силовики. Напомню, на днях СБУ и Национальное антикоррупционное бюро разоблачили масштабную коррупционную схему, которую реализовали высшие полицейские и прокурорские чины Тернопольской области. Для сбора доказательств провели около 40 обысков. Были задержаны 11 подозреваемых. С одесским юмором о том, как с легкой руки местных депутатов активисты-экологи стали российскими шпионами, а элитные дачи на море – секретными объектами. Репортаж наших корреспондентов. Национальный природный парк «Тузловские лиманы». Море, пляжи, лиманы, богатые рыбой в общей сложности – 28 тысяч гектаров. В конце прошлого года сюда пришел новый директор Иван Русев. Вместе с сотрудниками начал фиксировать нарушения на территории парка и соседних угодий. Все снимали на видео с помощью квадрокоптера и выкладывали в интернет. Это очень не понравилось предыдущему директору, а ныне депутату райсовета Игорю Фторенко. Он написал заявление в СБУ, мол, экологи шпионят. Об этом же заявил на пресс-конференции. Когда у людей появляются дроны, и они все фиксируют и выкладывают в интернеты, которые читают и с той стороны России, то закрадывается вопрос – а на кого вы работаете? На батьевщину нашу или на соседнюю страну? Правда, уточнить детали у депутата так и не удалось. То телефон не отвечает, то у Фторенко нет возможности разговаривать. А вот экологи объясняют – никакие они не шпионы. Квадрокоптер приобретен по международной программе, а причина возмущений банальна. На снятых кадрах открывается истинный масштаб незаконной застройки побережья в Одесской области и нелегальные карьеры по добыче ракушняка. Фактически все эти земли незаконно используются местными латифундистами. И эти люди осуществляют, что сейчас им придется ответить за эти злочины. И они как раз поднимают эти вопросы. Нелегальную добычу камня, по словам экологов, крышует не кто-нибудь, а лично глава райадминистрации Олег Белинский. Сам он это категорически отрицает. В то же время признает – конфликт с дирекцией парка есть. Расходятся взгляды на то, где должны быть границы заповедной земли. Белинский, например, хочет развивать туризм и строить в парке отели, парковки и велодорожки. А экологи мешают. Говорит, не учитывается мнение местных жителей и инвесторов. В самом же парке рассказывают, теперь давление на них оказывают через силовиков. На днях, например, приходила участковая полиция. Она сказала, что поступила жалоба на то, что я написал на фейсбуке такую-то историю. И чем я могу это объяснить? Я говорю, что вы хотя бы пользуетесь фейсбуком? Нет, я не читаю, давайте мне это пояснение. Чем все это закончится, сказать сложно, но ясно одно. Всеми этими шпионскими страстями местные депутаты только привлекли внимание к дерибану земли на заповедных территориях. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности, телеканал Интер, Одесская область. Водитель БМВ Ростислав Храпачевский, за которым в ночь на 7 февраля в Киеве гнались полицейские, наконец-то явился к следователю. Его допросили в качестве подозреваемого и свидетеля. А также, как сообщают в полиции, по еще одному уголовному производству. К сожалению, какому конкретно не уточняется. Он письменно отказался от следственного эксперимента, поэтому его проведут в понедельник уже после слушания дела. Напомню, Ростислав Храпачевский водитель, участник скандальной погони, в результате которой полицейским был застрелен 17-летний пассажир БМВ. До этого он трижды не являлся на допрос, и если бы Храпачевский не пришел снова, то его объявили бы в розыск. Скандал с участием родней высокопоставленного чиновника. Сын и невестка главы Ракитновской райадминистрации Ривненской области замешаны в запутанной истории с похищением девушки. Так, по крайней мере, утверждает сама потерпевшая. Правоохранители расследуют это дело уже несколько месяцев, но безрезультатно. Елена Механик попыталась разобраться, что же произошло на самом деле. Свою шокирующую историю Регина пересказывает в деталях. Незваные гости нагрянули к ней в студенческое общежитие средь бела дня. Говорит, несколько девушек под предводительством нетрезвая односельчанки Виктории Кушнир, невестки главы Ракитновской райадминистрации, затолкали студентку в машину и вывезли из Кременца Тернопольской области за 200 с лишним километров в Ривненскую. За рулем, утверждает Регина, была Виктория. Она привезла девушку в свое придорожное кафе. Вика потом взяла пистолет, протыла мне до головы и сказала, выходь. Внутри и снаружи кафе, камеры, наблюдения. Позже окажется, именно в тот день они якобы не работали. Тримали меня тут, одна за плечи, другая за руки. Я кричала, плакала, просила, что отпустила. Они взяли ножницы и отрезали мне волосы. Спустя несколько часов, по словам девушки, в кафе приехал и муж Виктории Кушнир, Захар, сын главы района. Я пришла сюда и начала меня бить. Я начала голову прикрывать и впала. Мне начали бить ногами, копать. Тут я лежала, чтобы я не вставала. Я лежала, пока в эти двери не постукали каких-то два мужчин. Спустя, я не наважила всем открыть, потому что они все в веке с пистолетом махали. Тут ходила, сказала, что меня убьет. Тогда я думала, что все, что мне не жить. Улучшив момент, Регина открыла запертую дверь случайным посетителям и с их помощью сбежала. После инцидента полиция завела дело по статье «Нанесение легких телесных повреждений». Но следствие растянулось на 4 месяца, а потом и вовсе остановилось. Регина до сих пор недоумевает, почему с ней так обошлись. Выяснить причину Виктории Кушнир мы пытались, но вместо нее держать ответ. В то самое кафе приехали мама Виктории и муж. Я сейчас, вы говорите со мной, за Викторией будем говорить позже. Я хочу поговорить с Викторией. Я вам объясню, это моя дочка, она со мной не живет. И где она находится, она перед мной не святается, потому что она полнолетняя дитина. Захар Кушнир, муж Виктории, не скрывает. Регину знает с детства, родом из одного поселка. Ее историю отрицает. По его версии, девушка якобы задолжала ему круглую сумму и не хочет отдавать. Мы очень порядной семьей. Я думаю, можно закрыть в селище, вообще запитать людей, как мы живем, чем мы занимаемся. Мы вообще никогда не работали обманным шляхом. А чем вы занимаетесь? Ну, как видите, чем я занимаюсь. Вы стоите в кафе. Это единственный ваш бизнес? Еще в Ракитном, я салон красы дружина занимается. По совету Захара, едем в его родное Ракитное. Местные охотно рассказывают о семействе главы района. По их словам, Захар занимается скупкой янтаря. В окрестностях процветает незаконная добыча камня. Мы поговорим, что действительно он занимается и скупирует. Везде у нас одна мафия и семейный бизнес. Вот тебе семья продолжение. Только тут и все. Так же у этого сына Захаревича. Мы же в стариках орендуем на 49 лет и взяли в оренду речку старики. Въезд платный. Въезд платный. Захар взял участок как раз после того, как его отец взял в руки бразды правления районом. Отправляемся пообщаться с Николаем Кушнером в райгосадминистрацию. А его нет на курсах в Киеве, на подвышение квалификации. Заезжаем на всякий случай к главе района домой. Впечатляющее поместье на окраине Ракитного. Навесной мост опущен и видно, машина припаркована во дворе. Больше никаких признаков жизни, кроме пасущихся лошадей. Последняя попытка встретиться с невесткой Николая Кушнера у нее дома тоже обречена. Это и про охрану органы Киев имеют пояснение. Милиция особо не знает, о чем они думают, но они не занимаются этой справой. Потому что это скояли сын и невестка главы администрации. Это из-за этого, потому что в их руках все, а что мы прости. У полиции свое объяснение, почему дело не сдвигается с мертвой точки. Оказывается, не могут разыскать потерпевшую. А адвокат Регины считает, дело затягивают намеренно и его вообще необходимо переквалифицировать. Скорее квалификующая ознака за попереднюю злову группы осіб. Еще наименше, если мне не задерживает память, на высшая санкция предпочитает до 7 лет избавления воли. Из-за того, что местная полиция бездействует, семья Регины теперь хочет одного. Чтобы скандальное дело передали в другую область. В объективное следствие в родной Ривненской уже не верят. Елена Механик, Сергей Коваль, подробности, телеканал Интер. Донецкое направление зоны АТО. Обстановку здесь перемирием не назовешь. За минувшие сутки обстрелы зафиксировали в районе Новотошковки и Горловки. Боевики продолжают использовать запрещенные минометы, крупнокалиберные пулеметы и автоматические гранатометы. Все подробности расскажет Геннадий Вивденко. Украинские укрепления на востоке продолжают обстреливать. Наиболее серьезные удары в районе оккупированной Горловки со стороны боевиков в штабе АТО подтвердили. Боевики используют запрещенные минометы 120-го, 82-го калибра. Зафиксировано движение противника и на Донецком направлении. Здесь обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов. Бойцы говорят, враг затихает только после активного стрелкового огня в ответ. Его открывают случаи угрозы жизни бойцов. Под вечер бойцы уже ждут очередной атаки. Наши военные на позициях. Техника прогрета. Уверяют, готовы к бою. Под вечер, в принципе, готовы, если будет что-то серьезное, то, в принципе, есть БМП, есть также самое АГС. Надеемся, что отбить атаку сможем. А вот с наступлением глубокой ночи, крайне, как здесь уже заведено говорить, пару дней, боевики прекращают активность. За минувшие сутки в зоне АТО никто из наших военных не погиб и не получил ранения. Геннадий Вивденков, Владлен Ноль, Василий Сачук. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Годовщина убийства Бориса Немцова. Марши памяти оппозиционного политика прошли в нескольких городах России. Самая масштабная, под усиленным наблюдением силовиков в Москве. По данным организаторов, в ней приняли участие до 40 тысяч человек. В полиции, правда, насчитали 7,5. Отдельной колонной в марше шли сторонники Надежды Савченко. Ее возглавили сестра украинской лётчицы Вера и адвокаты Марк Фегин и Николай Полозов. На акции в Москве, как и в других городах, звучали призывы как можно скорее найти и наказать заказчиков убийства Бориса Немцова. Я вижу, что москвичи поддержали наш призыв, что Борис Немцов становится вообще-то символом борьбы. Мы добьемся того, чтобы на месте убийства Бориса, на месте его расправы над ним, была установлена мемориальная доска. Мы не хотим революции, мы не хотим розни, не хотим агрессии. Наша цель, чтобы в России проходили свободные и честные выборы, чтобы в России была свободная журналистика. Честное судопроизводство – это то, к чему стремился Борис Немцов и то, к чему стремимся мы. Во время памятных мероприятий не обошлось без инцидентов. В Кемерове как минимум троих активистов задержали на 10 суток и оштрафовали на 10 тысяч рублей. На марш Немцова здесь вышли около двух десятков активистов. Акция была не санкционирована. Память Бориса Немцова почтили и в Киеве. Около ста человек собрались на Майдане около стеллы независимости. Возложили цветы и зажгли свечи. Очередные новшества Уголовного кодекса России. Чего следует опасаться рассчитывающим на алименты? Что кроме побоев и угрозоубийства декриминализировала Госдума в первом чтении? И как в этом ключе будут расцениваться побои и массовые драки военнослужащих? Данил Русаков расскажет все подробности. Он в Москве. Массовая драка в казарме, да еще и в Чечне. После публикации видео в интернете уже на следующий день. Минобороны России отрапортовало. Потасовки на самом деле были. Правда местные власти в лице Кадырова сообщают, никто травм не получил. Якобы конфликт возник не на межнациональной почве. Впрочем, многие средства массовой информации ситуацию интерпретируют иначе. По официальной информации все произошло 23 февраля. Что послужило причиной, доподлинно неизвестно. Одна из неподтвержденных версий – бранная лексика. Кто и в отношении кого ее употребил, также не сообщается. Ну а тем временем в Госдуме уже в первом чтении декриминализировали побои, а также угрозы убийства. Эти положения планируют вычеркнуть из уголовного кодекса. Впрочем, лишь этим народные избранники себя ограничивать не стали. Использование подложенных документов теперь тоже вне уголовного кодекса. Госдума также собирается исключить из этого же самого документа наказание за неуплату алиментов. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканал «Интер». Иракская армия готовится к штурму Масула. Этот город фактически является столицей террористов исламского государства в Ираке. Военные при поддержке курского ополчения сейчас стягивают в пригороды Масула технику и солдат. На передовые позиции удалось попасть нашему военному корреспонденту Вениамину Трубачеву. Эксклюзивный репортаж подробностей из Ирака. Эта дорога ведет в Масулу. Через каждые несколько километров блокпост и проверка документов. И вот асфальт заканчивается и начинается грунтовка. Ребята, сейчас очень внимательно. Мы заезжаем на линию фронта. Наши позиции слева и справа. Стрелять могут начать в любой момент. Едем максимально быстро. За окном мелькают окопы, блиндажи, огневые точки. Повсюду солдаты. Быстро выходим из автомобиля и прячемся за мешками. Военные предупреждают, если начнут стрелять, падать на землю. Сколько километров до позиций террористов? Меньше километра. Но они не сидят на одной позиции, а постоянно перемещаются. Даже без бинокля видно пригород Масулу. Вот в этих небольших белых домиках и живут террористы. Если военные замечают хоть малейшее движение противника, сразу открывают огонь. Оружия у нас достаточно. Правда, в основном еще советского производства. Смотри, вот гранатомет 1987 года выпуска. Стреляют в основном ночью и утром. Но вылазки террористы делают постоянно. Излюбленная тактика присылать к позициям военных смертников, которые подрывают себя. Военные постоянно наблюдают за передвижениями террористов и в любой момент готовы отбить атаку или по команде перейти в нападение. На каждой позиции есть небольшой склад с боеприпасами. Вот несколько гранат. Исламисты захватили Масул летом 2014-го. Иракская армия оставила город и спасалась бегством. Зачистка улиц проходила жестоко. Всех, кто сотрудничал с властями, убили. Террористы установили свои порядки за неповиновение. Рубят голову за воровство, отсекают руку. В Масуле было больше двух миллионов человек. Сколько осталось жителей, никто не знает. Взять штурмом Масул будет непросто. Боевики превратили его в огромный укрепрайон. Только по минимальным подсчетам командования там сейчас находится более четырех тысяч террористов и иностранных наемников. Боевиков сейчас в основном обстреливают с воздуха. Пока мы снимали, несколько бомбардировщиков прошло в небе и слышны были звуки взрывов. Авиация делает серьезную работу. Когда они уничтожат основные силы противника, мы пойдем на зачистку. Мы готовы выдвигаться в любой момент. На подмогу выдвигаются все новые и новые подразделения. Буквально на наших глазах на передовую прибыла еще одна колонна техники, в том числе танки и пушки. Переброска армии в основном проходит ночью. Маршруты засекречены. Это чтобы джихадисты не смогли подготовить очередной теракт. Вениамин Трубачев и Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. Пригород Масула. Ирак. В Сирии впервые за пять лет гражданской войны установлен режим прекращения огня. Насколько эффективно это перемирие и поможет ли оно в борьбе с террористами Исламского государства расскажет наш спецкурс Светлана Чернецкая. Противники сложили оружие ровно в полночь. Боевые действия прекратились на всех фронтах. И по сводкам наблюдательного совета по правам человека в целом перемирие соблюдается всеми сторонами конфликта. Правда о полном прекращении огня говорить рано. В нескольких районах зафиксированы небольшие перестрелки. В провинции Хама от взрыва погибли два человека. Есть информация и о том, что условия перемирия нарушила сирийская армия. Хотя накануне обещала полностью прекратить наступление. Авиабомбардировки остановила и Россия. У сирийцев едва ли не впервые появилась надежда на мир. Мы все верим в лучшее, что наша страна вернется к прежней жизни. Мы все очень ждали прекращения огня. Сегодня уже заметно, что на улицах больше людей. И они не так напряжены. Время затишья используют в первую очередь для доставки гуманитарного груза. Людям в разбомбленных городах смогут подвезти продукты, воду, вещи первой необходимости и лекарства. В Сирию разрывают военные конфликты. В стране более ста боевых группировок, воюющих с правительственной армией против режима Асада. И между собой. Почти все они прекратили огонь и готовы к переговорам. Но главное зло арабского мира террористическая группировка ИГИЛ наступает, как и раньше. Условия перемирия не распространяются на ИГИЛ и несколько других экстремистских организаций, в том числе фронт Ан-Нусра. Соответственно, международная коалиция продолжает бомбардировки террористов. Благодаря усилиям многих стран в Сирии и Ираке ИГИЛ теряет территории. Им все сложнее набирать новых бойцов и пополнять свои ряды. Но пока единственный путь победить ИГИЛ – прекратить гражданскую войну и хаос в Сирии. Это хрупкое перемирие единогласно поддержал Совет Безопасности ООН. Буквально за несколько часов до прекращения огня в США состоялось голосование за резолюцию, подготовленную Вашингтоном и Москвой. На это затишье Запад возлагает очень большие надежды. Если стороны опять не возьмутся за оружие, то уже через неделю возобновятся переговоры между правительством Сирии и оппозицией. Под эгидой ООН они еще раз попытаются договориться о мире. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Телеканал Интер. И снова скандал с прослушкой в Германии. Как пишет издание «Шпигель», федеральная разведслужба прослушивала намного больше политиков, чем считалось ранее. Например, с 2009 года на прослушке стоял телефон Кэтрин Эштон. За ней следили весь период, пока она занимала пост высокого представителя ЕС по внешней политике и безопасности. С 2013 спецслужба усиленно следила также и за Джоном Керри. Чего стоила любовь к преподавателю французской студентки? Почему госпитализировали вдову Джона Леннона Йока-Оно? И перед чем, перед избирателями, провинилась кошка Хилари Клинтон? Об этом не только в нашем обзоре. Йока-Оно, вдова Джона Леннона, госпитализирована в Нью-Йорке с подозрением на пневмонию. Вначале в прессе распространились слухи об инсульте, но в ходе обследования 83-летней художницы врачи обнаружили признаки воспаления легких. Йока-Оно доставили в ту же больницу, где перестало биться сердце ее мужа Джона Леннона, застреленного в центре Нью-Йорка 35 лет назад. Во Франции арестовали 29-летнюю студентку за приставание к министру экономики. Девушка буквально завалила чиновника любовными письмами и эротическими фотографиями по электронной почте. 38-летний Эммануэль Макрон долгое время не обращал внимания на послание, но в итоге пошел в полицию. Девушку арестовали и обязали пройти обследование у психиатра. За домогательство француженке светит год тюрьмы и штраф в размере 15 тысяч евро. Бывшая президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер вызвана в суд по делу о махинациях на валютном рынке. Она должна предстать перед судьей уже в апреле. Свидетелями по делу о продаже фьючерсных контрактов на доллар по заниженной цене также будут экс-глава Центробанка Аргентины и бывший министр экономики страны. Как считают прокуроры, эта махинация привела к серьезным убыткам в экономике страны. В Америке вновь досталась кандидату в президенты Хилари Клинтон. Злопыхатели выяснили, раньше у политика жила кошка по кличке ISIS. На английском языке имя созвучно аббревиатуре террористической организации «Исламское государство». Пиарщики Клинтон пока на это никак не отреагировали. В США к таким вещам относятся очень серьезно. Как-то спецслужбы заблокировали аккаунт инженера из Сан-Франциско. Он тоже зарегистрировался в сети под именем ISIS. В Лос-Анджелесе за сутки до вручения Оскара наградят лауреатов номинации за самые сомнительные достижения в области кинематографии. Премию «Золотая малина» раздают уже 36 лет. В 2015-м лидерами среди провальных, по мнению критиков лент, стали «50 оттенков серого», «Пиксели», «Восхождение Юпитер» и «Толстяк против всех». В списке претендентов на звание худших актеров – Джонни Депп и Адам Сэндлер. В числе худших актрис – Гвинет Пелтру, Дженнифер Лопес и Мила Кунис. Награда представляет собой пластиковую статуэтку малины, покрытой краской из пульверизатора. Тайны мадридской тусовки. В столице Испании проходит седьмая ярмарка современного искусства «Джаст Мэтт». Что в Мадрид привезут из Украины, расскажет Ольга Теребинская. Мадрид – не только административная столица Испании, но и культурная. В этом уверены организаторы ярмарки современного искусства «Джаст Мэтт», которая проходит в этом городе уже седьмой раз. «Джаст Мэтт» не просто выставка или фестиваль. Это в первую очередь шанс для всех молодых художников заявить о себе на весь мир. Наша главная цель – помочь новым художникам представить себя миру искусства. Также, поскольку мы находимся в самом центре столицы, то пытаемся привлечь людей приехать не только на ярмарку, но и в прекрасный город Мадрид. В этом году на площадке «Джаст Мэтт» 56 галерей со всего мира. Каждая из них представляет как минимум троих художников. Здесь стенды молодых дизайнеров, музыкантов, видео-арт, танцы. В целом перечислить все отрасли невозможно. Мы путешествуем по миру с тем, что делают наши художники. Организовываем выставки вместе с разными галереями и уличными художниками. Мы пытаемся создать миксы с разным искусством и современным, и более консервативным. «Food of War» – «Еда войны» – так называется команда художников, которые исследуют связь между войной и едой. Рассказывают, организатор выставки увидел их работы и заинтересовался, каким образом они объединяют эти понятия. «Обычно еда не очень совместима, скажем так, с искусством, но мы делаем это, чтобы люди могли понять, что еда на самом деле значит намного больше, чем просто еда». Здесь огромное радиоактивное облако из сладкой ваты, фотографии растений, которые практически погибли из-за войны, а также видеоработа под названием «Последний ужин». Ее автор – известный украинский художник Зинаида Лихачева. Видео «Вечеря» было снято на заброшенных территориях, на отчужденных территориях Чернобыля. Это в основном индустриальный Чернобыль. Я снимала и на бойнях, на свалках, на недостроях. В этом видео я в первую очередь показываю, что человек решает жизнь других людей непосредственно за столом. Это, ну, как бы, с другой стороны символически, а с другой стороны судьбы человечества порой решаются на таких вот обеденных мероприятиях. Частично работы команды посвящены Чернобыльской катастрофе, и вскоре их можно будет увидеть и в Украине. 26 апреля в столичном мыстельском арсенале откроется выставка, посвященная 30-й годовщине трагедии. Художники планируют показать, как повлиял на еду взрыв и какие последствия он имел. Помимо команды Food of War покажут свои работы и украинские художники. Затем выставка отправится путешествовать по тем городам и странам, над которыми тогда, в 86-м году, прошло черное облако Чернобыля. Ольга Теребинская, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер. Наш сайт подробностей UA, и информация о этом обновляется постоянно. Уже с понедельника в этой студии будет работать Алексей Лихман. И желаю вам хороших новостей, и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok